Большой игровой зал Дворца Спорта Видное поделен на три зоны – творческую, спортивную и концертно-интерактивную. В первой гости фестиваля для людей с ограниченными возможностями здоровья, горы жизни могли преобразиться с помощью аквагрима, продемонстрировать свои таланты на выставке, а также поучаствовать в мастер-классах и интересных занятиях. Песочная терапия. Вот здесь мы в песочнице выстраиваем свои миры, а на этом световом планшете рисуем. Дети меньше болеют, когда играют в песок, потому что это такой природный материал, который очень хорошо расслабляет, он хороший релаксант. Во второй спортивной зоне гости фестиваля принимали участие в эстафетах, мастер-классах и играли в настольные игры. В холле Дворца Спорта тоже было чем заняться родители, и их особенные дети могли проконсультироваться с педагогами, работающими с аутизмом и задержкой речевого развития. Мы хотим показать, что видно, что это инклюзивный город здесь. Каждый ребенок с особенностями может найти свое место в спорте, в творчестве. Также у нас есть зона для родителей, которые могут познакомиться со специалистами по коммуникациям, по психологической поддержке и найти помощь. Но, конечно, самое главное действие развернулось на импровизированной сцене, ведь артистами стали сами же гости праздника. Мы хотим привлечь мам, чтобы они посмотрели на нас. Не надо сидеть дома, не надо зацикливаться на своих проблемах. Нужно выходить, нужно развлекаться, показывать себя, что мы такие активные, жизнь продолжается весело, энергично, задорно. Фестиваль «Город жизни» проходит в Ленинском городском округе в шестой раз и уже стал доброй традицией. Детям надо общаться все-таки с такими же детьми, потому что мало где общаемся, но в живое общение все равно нужно. Мы всегда есть где собраться, поиграть, порисовать, может быть. Дома-то это одно, а на таких мероприятиях это полезно. Все такое яркое, все такое блестящее. Я оттуда обожаю бегать, прыгать, заниматься. И мы еще там канаты перетягивали. Инициатором и организатором мероприятия традиционно выступает администрация Ленинского городского округа в сотрудничестве с муниципальными учреждениями, коммерческими и общественными объединениями. Сегодня буквально все те мероприятия, которые где-то, когда-то проводились, сегодня сконцентрированы в одном месте. Но это, конечно, разовый как так. Но мы понимаем, что вне сегодняшнего мероприятия жизнь тоже есть. И она, конечно, должна быть полноценной. И вот это наша задача. Словом, все гости фестиваля получили массу положительных эмоций, а также памятные подарки. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого.